Эта аллея насчитывает более полусотни деревьев. Первую магнолию высадил Юрий Гагарин в 1961 году, когда приезжал наш город на отдых. Традицию продолжили российские космонавты и зарубежные астронавты. Есть уголок почетных гостей курорта. На этот раз живой след в истории Сочи оставили представители Ассамблеи «Русский мир». В составе делегации участники более чем из 80 стран. Это люди, занимающиеся популяризацией русского языка практически на территории всей планеты. После высадки дерева делегация отправилась прогуляться по парку. Пусть всегда будет огромное желание у всех живущих в мире изучать русский язык. Я абсолютно уверена, что планета заговорит по-русски. Фонд «Русский мир» был создан как общественная организация, указан президентом в 2007 году. Гранты фонда направлены на поддержку программ изучения русского языка за рубежом. В этом году дискуссия неизбежно будет в большей степени политической, чем чисто гуманитарной. Потому что, конечно, время, прошедшее после Седьмой Ассамблеи, было насыщено таким количеством событий, повлиявших на весь русский мир, как ни один другой год. Участники Ассамблеи обсудили такие темы, как Украина, Россия, мир и культура русской речи в 21 веке. В рамках форума прошли круглые столы, тематические секции и практикумы, посвященные актуальным проблемам культурной и общественной жизни русского мира и российского государства. В этом году в международном форуме рекордное количество участников – порядка 800 человек. На Ассамблее впервые были представлены такие страны, как Албания, Боливия, Намибия и Сальвадор. У фонда «Русский мир» более 90 центров по всей планете и 150 кабинетов русского языка. Причем их число растет с каждым годом.